Потому что вам, собственно, делать эти, ну, по крайней мере, колесные транспортные средства, которые будут здесь субъектами, а может быть, уже и объектами. Если так пойдет с искусственным интеллектом, что они, субъект или объект в этой цифровой экономике? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день всем еще раз. Так как мы находимся сегодня в здании университета, позвольте начать свое выступление достаточно с академической традиции. Во-первых, дать определение цифровизации. Цифровизации, как явление модное, современное, у него есть достаточно большое количество определений. Мы для себя на КАМАЗе используем следующее. Для нас это процесс и появление кардинального модели бизнеса, а также кардинального повышения эффективности существующего бизнеса при помощи новой технологии. Если мы рассмотрим мотивацию компании, которая задевает цифровую трансформацию, то здесь, наверное, я вам в Америке не открою. Скажу, что главным образом два фактора влияют на выбор компании, идти в данное направление. Это первое стремление сократить расходную часть, и второе – это повысить доходную часть путем все тех же самых новых моделей. Проявлений, то есть конкретных технологий цифровизации, которые позволяют компаниям успешно исследовать данные пути, существует достаточно большое количество, но если мы говорим конкретно о автомобилестроении, все эти, и в основном группы этих технологий можно объединить в четыре группы. Эти четыре группы называются глобальными мегатрендами, кочуют из презентации одних стратегических консультантов, другие – это электрификация. Для российских реалий нужно еще добавить на классификацию транспорта, второе – это стремление к автономности транспорта, третье – это использование все возрастающей модели и совместного использования шаринга, так называемых. И четвертое – это возрастание сервисов подключенных автомобилей. Как вы знаете из открытых источников информации, КАМАЗ достаточно активно ведет себя по всем четырем направлениям этих мегатрендов. Но в рамках сегодняшней дискуссии, мне кажется, необходимо сфокусироваться на сервисах совместной мобильности, а также на сервисах, которые позволяют делать для клиентов включенность автомобиля, в том числе и с конвейлером. Здесь далее я хотел бы спуститься ниже, уже конкретным примером того, что мы в рамках цепарализации на КАМАЗ делаем и пытаемся предложить как полезный функционал нашим клиентам. Можно следующий слайд? Во-первых, если мы будем говорить о моделях совместного использования, это платформа «Спецшири». Платформа была разработана выпускниками нашего корпоративного акселератора и позволяет владельцам специальной техники, например, экскаваторов, самосвалов, кран-инкуляторных установок, повышать эффективность использования существующего актива. Клиентам, у которых есть потребность в данной виде техники, дает возможность убирать ненужные риски. Так, к примеру, если жизнь, например, ввести в наличие чем на родители, заказать кран, вам придется поехать в известную всем локацию, вручную договариваться с водителями, водитель может не приехать, может приехать не вовремя, не в той кондиции. Все эти элементы представляют риск для предприятия, риск для того, что работы не будет выполнено в срок. Все эти риски позволяют мобилировать данную платформу. С июня 2019 года будет доступно уже программное обеспечение, в рамках которого алгоритм будет уже не вручную, а алгоритм будет подбирать наиболее приемлемый для вас, вашим требованиям, вариант. Следующий статус. Если говорить о подключенности наших автомобилей, то наиболее базовым функционалом, который дает подключенность автомобиля, является наша информационно-транспортная интеллектуальная система. ИТИС, сокращенно мы ее называем, она имеет как базовый функционал, который предлагают, не должны строить иллюзии, и другие игроки на рынке, так и предлагает расширенный функционал по контролю параметров для оценки стиля вождения. Здесь мы видим, что экспертиза КамАЗа, в частности, в чтении танков с конширами автомобиля, может позволить достичь большей эффективности владельцев транспорта, потому что, ну, говорят простыми словами, бороться с ростом и сливами топлива научились все, бороться с левыми рейсами также научились практически на 80-90% компаний, но читать и экономить топливо в ОКС и другие элементы за счет более эффективного использования транспорта и контроля водителя, научились, далеко не все здесь, мы видим возможность КамАЗа под этим парком. Ну и третий элемент, на котором хотелось бы эту ограниченностью времени остановить сегодня, это платформа для эффективного управления перевозками, платформа разработана в сотрудничестве с представителями Челнинского ИТ-парка, она делает процесс перевозки и отправки грузов для исполнения заявок грузоотправителя максимально прозрачным, грузоотправитель создает заявку, заявка может откликнуться кто-либо из присутствующих на платформе проверенных и обладающих определенным уровнем качества перевозчиков, далее грузоотправитель может, получается, в режиме реального времени следить, была ли подана машина, как идет исполнение заявки, есть ли опоздание, может смотреть, какие документы вместе с собой везет водитель, позволяя делать специальные приложения, то есть это повышает эффективность работы грузоотправителей, повышает эффективность работы самих транспортных компаний, а также дает возможность, главное, снижать ненужные риски. Да, ну и суммируя, я хотел бы сказать, что основная идея, то что в АОКОМАС следит за продавание не только железа, не только свой традиционный продукт, но и стремится выполнять его дополнительным программным обеспечением, чтобы приносить все те искомые выгоды для наших клиентов. Спасибо. Можно короткий вопрос? Извините, вопрос такой, Аптовар-шпределительные центры могут пользоваться подобным сервисом или он требует переработки, он узкозаточен? Вот последний, да? Конечно, может решение в том прелести этого решения, то, что оно является платформенной, если там, ну, условно, вы, скорее всего, представитель, да, АПТО-шпределительного компания? Нет, это наша клиентура, но интересно, у них подобные же проблемы на самом деле. В принципе, то есть, как раз и она нацелена на подобного рода компании, необходимо проводить встречи, пилотно мы там устанавливаем, замеряем эффективность работы и сравниваем с системой, без системы, и таким образом проходим. Вот система гибкая, ну, вот, что, расскажу, кейсы жизни. Например, сейчас, в настоящее время, трансформируем эту систему под потребности внутренних перевозок одной достаточно крупной датарстанской компании, то есть ее можно, там, уже заявки, это не отправка грузов, а отправка людей с тех или иных подразделений. Мы ее трансформируем, там, учитывая особенности, и, ну, пока позволяет добиваться определенной эффективности. Вы имеете в виду вахты, командировки? Ну, не только командировки, там, к примеру, в компании есть потребность разводить по различным городам представители и работников, которые мы оптимизируем из процесса. А, 7, 7, 8, 9, и, я пришел 16... Нет, уже все, извините, уже все. И, шестой, наш заключительный спикер, мы здесь многое говорили, но опять-таки все перед наставок нашей страны, наше российское видение, может быть, мы и правы, как мы и другому помогаем правы, вот. А что с позицией вот такого мирового опыта, мировых решений? Что, думаю, в других странах? Мне бы хотелось слышать Олег Косовский, представляющий международные...